Ну а Рой Джонс-младший теперь из-за Рашен. Президент подписал указ о предоставлении звезде мирового бокса российского гражданства. Сам попросил месяц назад в Крыму и уже строит планы, чем заняться на просторах России. Это выяснил Александр Лукьянов. Знаменитый американский боксер, теперь знаменитый русский. Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении абсолютному чемпиону мира Рою Джонсу российского гражданства. Этот документ сегодня был размещен на сайте Кремля. Своё заявление Рой подал 20 августа этого года публично, прямо на глазах у журналистов на пресс-конференции в Крыму. И сделал это сразу после встречи в Севастополе с президентом России. При этом спортсмен подчеркнул, что его решение не связано с политикой, а направлено на укрепление взаимоотношений в спорте и культуре между США и Россией. Когда я впервые приехал в Россию во взрослом возрасте, то почувствовал удивительно глубокую любовь к себе. Я встретился с совершенно новой для меня культурой, и эти люди полюбили меня так, как будто я один из них. Почувствовал к себе такую большую любовь, я подумал, что это возможность использовать мои спортивные выступления, мою музыку и, возможно, даже мою актёрскую игру, чтобы сблизить две страны между собой ещё сильнее и в духе мира. Рой Джонс – первый в мире боксёр, становившийся чемпионом мира в четырёх весовых категориях. Средний, второй, средний, полутяжёлый и тяжёлый. Он появился на профессиональном ринге в 1989 году. В 70 боях 62 раза выходил победителем. Рой также является серебряным призёром Олимпийских игр в Сеуле. Сейчас ему 46 лет. Владимир Путин обещал предоставить чемпиону гражданство при условии, что боксёр свяжет своё будущее с работой в нашей стране. И вот уже Рой Джонс, младший, объявляет, что намерен открыть в России школы бокса и выучить русский в течение года. Его промоутер поделился и планами знаменитого боксёра на приобретение недвижимости в столице и у берега моря. Рассматриваются варианты приобретения коммерческой недвижимости в Москве. Рой Джонс планирует построить дачу. Он уже себе присмотрел земельный участок в российском городе Севастополь. Там же в Крыму планируется снять о Рой Джонсе художественный фильм по мотивам его биографии. В России он по-прежнему собирается заниматься боксом. Его цель – завоевать титул в первом тяжёлом весе и таким образом собрать все пояса чемпионов. Не оставит он и музыкальную карьеру. Даже хочет открыть в России студию. В 2001-м Джонс выпустил сольный альбом с песнями в стиле рэп, а через три года записал диск в составе группы. Я хотел бы также заниматься рэп-музыкой с российскими рэперами. Так о них услышат на мировой сцене, потому что они будут выступать вместе с Роем Джонсом-младшим. Так что я смогу использовать свой звёздный статус и свои знания о рэп-музыке, чтобы сделать российский рэп известнее в других частях света. 2 декабря в Москве на стадионе Олимпийский он даст бой в пятой для себя весовой категории за титул чемпиона мира. Правда, теперь, когда он получил российский паспорт, его соперниками не смогут стать соотечественники чемпиона мира Денис Лебедев и Григорий Дрозд. А возможными претендентами считаются украинец Александр Устик и американец Антонио Тарвер. Александр Лукьянов, Вести.